Дарк Солс 3 Дарк Солс 3 Дарк Солс 3 Нифига себе, тут никого нет плохого, враждебно настроенного, походу нет. Тут только я один враждебно настроенный, смотри, я через бедных гоняю. Ты попала, девка. Все, выбрасывай мне там свой подарок. Да, довольно ценный был советик, спасибо вам за него. Посмотрим, тут походу больше ничего нет, я так полагаю. Одни развалены, все разрушено, всякий хлам. А здесь походу открывается вид, да? На деревню, на сторожевую башню. Это же там походу сидит, это бабеха, которая картины рисовала. Это, кстати говоря, да, это не Фрида рисовала картина, я, блин, поджигал половину. Это рисовала эта племянница, как его там, рыцаря-раба Гаэля, который нас сюда послал. Нифига себе, что такое? Ну, допустим, какой смысл? Типа спрыгивать, что ли? А дальше-то куда я там прыгну? Дальше я там расшибусь. А, ну вот здесь вот разве что, смотри. Можно попытаться. Так это я, получается, опять попаду... ...туда... ...я так понимаю, вниз. Или нет. Или да. Но по логике вещей тут же где-то мост... ...был. Чего-то я не могу врубиться, куда это я прыгаю-то вообще. И стоит ли мне души так бездумно просирать? О-о-о-о-о-о-о-о. Я думал, всё. Я так аж пересрал, капец. Думал, нам хана здесь. Подожди, живём. Пока живём, всё нормалёк. Я, блин, всех переживу. Тихо. Порядок. спокойно там корень заканчивается я уже понял вот так вот что ли наебнуться них а хорош пока держимся только куда это все ведет а смотри там ништяк есть это тот самый колизей там где мы дрались с волчарой а там еще есть верхний уровень куда мы попасть тогда не могли никак и по идее попасть на него то можно если осторожно если только вот так вот спрыгивать ну прыгать я еще научился в первом dark souls и помню вот были времена в полости то помнишь как мы там забирались как там василиска сколько было это было просто жесть это было реально испытание это испытание на выживание это вот испытание нашей выносливости нашей ловкости нашего всего если я выжил в полости то тут я всем дам просраться просто всем смотри все хорош я это сделал осторожно опустошенный подожди какой нахер опустошенный вы чё прощальное пламя пироманта косточка возвращения а кто это был выглядит знакомым так что действует смысле действует я туда не пойду вы чё прощальное пламя пироманта это что такое интересно давайте-ка почитаем это еще одно пламя пироманта но какое-то прощальное короче какое-то она странная не совсем такое пламя с 3 это такое даже ну я бы сказал более яркое что ли надо 13 вер и нифига себе это еще от веры зависит и интеллект на него надо сотри а вот силы не надо пламя меченого пироманта даннелла притягивает тени смерти когда чудовищная супруга даннелла умерла он сделал собственное пламя пироманта погребальным дарами она преобразилась в прощальное пламя вскоре после этого даннелл стал безумным духом обреченным скитаться по миру навык прощальное пламя выпустите накопленные тени смерти чтобы получить немного эстуса чё серьезно что ли приколит интересное такое пламя чко только я не понимаю какой прок от него если у нас тут это есть может типа это но как бы чем больше ты опустошён тем больше она как бы действует лучше или хер его знает он что-то он пишут что осторожно опустошённая скорее всего думаю это нам не предупреждают что тут нам пиздёли в валят потому что тут я уже всех убил может помочь уголь тогда впереди сильный враг а я даже знаю кто доннелл да о даннелл это точнее блин даннелл пизданал только блин ты меня не убей хорошо а то мне как бы это ебать тебя в рот даннелл я чуть перекатываться как-то не могу тихо подожди аккуратно надо к нему подбежать а теперь вали его о все 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 я тебя понял даннелл дошло 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 блять мои души надо было сперва это надо было сперва прокачаться а потом сюда идти на пиздюля нарываться самое галименное в этой ситуации это то что я умудрился таки просрать все наши 72 косаря душ даже больше приколи вот так вот сука я спускался за кадром вот по этим вот хуйням и тупо сорвался и упал ну что делать 5 дебил короче ладно посрать я теперь еще больше зол на этого странного даннелла или доннелла как тебе там звать давай быстро и падла блять сюда ща ты мне знаешь что сейчас мне блять за все за все мои потери за все мои лишения сука ответишь я теперь перекатистый надо было нам подготовиться мы что-то блять факел экипировали посох экипировали кучу все равно блять наэкипировали и не могли нормально от него откатываться этого хуя розово да давай упади лучше туда давай дана сука он отходит он понимает что там тупик что там блять обрыв сучонок а чё ты создал нифига себе ну короче он этого дроида какого-то создал пламенного и сюда блять элементарь ты хуя на убей его ну иисус ты чё делаешь от этого не делай вообще не люблю как так делаешь чтобы я за тобой больше такого не замечал ага конечно сейчас столбы свои припрячь для кого-то другого окей это блин слышал мастер просто пиромант он даже пиромант еще пизде чем я был свое время тихо ты подожди так делать да ну слышал какой-то еще и ловкий пиромант у него катана какая-то на костюка на ка падла на ка мразь на ка скотина о хорош а теперь на ка еще раз и на ка еще раз и последний удар давай ему нанести ты последний сраный удар ну вот тут 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 как так так можно было просеренить еще раз как мне теперь интересно появится ли это данного если я не возожгусь если я вот так вот сюда приду он нихрена сотри короче на него угли тратить у меня 7 углей всего осталось как я буду выживать то дальше в дополнение которое по словам зрителей будет еще сложнее чем вот это было еще софа риандер вот что делать вот как короче убиваем его я не могу просрать уже все хватит я не напасусь на него углей вторгается пидор ах ты пидор заебал на 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 сука а понял нет куда куда запиваться блять куда эти не разрешал не разрешал не разрешал сука не разрешал не разрешал не разрешал пошел нахер вот что означает жажда к победе вот что означает жажда не просеренить эстус точнее к уголь но и эстус тоже плывущий хаос ни хера чё это я все в жопе поковырялся слышь а это я просто искал чтобы еще возожжеться но блин куда тебе возожгаться жопа треснет у тебя и так уже есть одно возожжение хорош ведение женщина так давайте посмотрим что у нас там за женщина сейчас у нас припрятана в кармане какой-то хаос хуй простыш короче новое заклинание видимо очень таки разрушительное и скорее всего он пользовался этот этот дроид типа сфера призывает сферу хаоса брызжущую огнем нормалек пироман даннелл был совершенно очарован искусством клириков тлеющего озера заклинание призывает сферу хаоса брызжущую огнем пламя хаоса недолговечно но прежде оно было источником необузданной жизни порожденный ложем хаоса и печальным напоминанием о грехе изолита блин даннелл чё-то знакомый пиромант этот даннелл где-то я его уже помню то ли он в первой части был то ли вот что-то реально очень знакомая то ли он меня обучал в первой части этот даннелл то ли он во второй был короче напомните пожалуйста выше там знатоки у меня dark souls я же ценю ваши знания поэтому припомните мне старику моргану как по этот даннелл такой кофе пизду он тут делал так все короче я пошел я короче с пойду теперь в другое место назначения где мы что-то там не знаметь или не нашли будем искать находить поэтому не переключайтесь так давайте пока что прежде чем пойти дальше в путь посмотрим что же нам останки лудлета подгонят за душу фриды и так у нас тут есть как обычно два предмета на выбор один предмет это вот роза орианделя это то плеть которую скорее всего он нас вымогал что типа поднесите мне плеть подайте плеть вот это походу она есть кистень которым отец нарисованного мира истязал себя чтобы кровью задобрить пламя я себе чё он делал оружие катализатор чудес ориандел восстановил нарисованный мир ему было ведомо что этот мир нарисован кровью и лишь кровь может сохранить его тайну навык пробуждения жестоко ударьте себя чтобы пробудиться это ненадолго сделает ваши чудеса сильнее сам добрый отец использовал розу именно так и хочу мазохист какой-то грёбаный не я чудесами не пользуюсь все равно поэтому это не наше а вот это уже мне больше нравится смотри большая коса фриды большая коса принадлежащая сестре эльфриды ее изогнутая заиндивившие лезвие легко пробивает щиты в нарисованном мире коса символ дома что был утрачен может быть поэтому она так нравилась эльфриды навык стойкой эльфриды в левой руке появляется 2 коса с магическим лезвием этой стойки эльфриды научилась когда ее оружием были мечи используйте обычную атаку чтобы прыгнуть вперед и нанести двойной удар или сильную атаку чтобы земля вокруг покрылась морозной коркой короче если я возьму это будут двойной удар делать я буду как вандам охереть только надо 10 штук этих душ это просто жестяко может слышу меня может накопиться тут уже может уже есть ага есть у есть короче пошли тогда дальше по месту назначение по месту советов наших подписчиков будем собирать то что мы не собрали а потом уже пойдем в рингет сити так теперь мы находимся в самых медрах картины и пока что пока что пойдем вот сторону крабов там мы оказывается пропустили таки лазейку там было у нас иди ты в жопу дай пройти там таки был проход в ту короче часть мест этой местности где находится ништяк за лестницей мы его постоянно видели но никак не могли понять как же нам туда пройти нам сказали что это где-то здесь только где счет не вижу что-то реально не пеленгую этого места тут всякие деревья это же понятно и ежу а ты как живая я думал тебя уже кончил лайка мы с тобой быстренько раскрытаемся вот так а как же куда что дальше то идти слышь тут же за ней больше нету ничего счет я реально подожди вон лестница то а как где она есть то да тебе она там он где-то с этой подожди сейчас все будет а как я ее тут не видел ты слышь как я тут бегал до этой лестнице не видел ну ну как можно было ну только что пробегал то слышно разуй глаза чувак ты же не слепец еще совсем довольно большая такая лестница до моего там из моста и видели как раз это то самое место блять тут по нам стреляет вы перестаньте слышь попускать свои огоньки дебильные не надо ты чё у меня жизни мало так я уже почти забрались до ценная подсказка то я все думал как же нам на эту лестницу попасть ее с моста постоянно видел и вот там он еще тоже лестницу видел так чё у нас здесь тут пока ничего хорошо давайте немножко наебнем эстуса хорош посмотрим что у нас тут ну какая метель нифига не видно яйца отмораживает если бы они у меня конечно были так отчет тут подняться не могу карабкаться могу все нормально такой прям высокий подъем я тебе скажу все ноги уже обомлели так надеюсь там реально что-то ценное только кто-то кладить не особо удобно уже штаны немножко порвались так ну-ка 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 и что у нас тут на самой вершине мира во славь солнце что а это что такое кусок титанита да это ценная вещь да ка погодь а как же ж я так понимаю да но бляха муха я думал тут еще проход будет туда где ну ты помнишь там после волков как мы спускались вниз ко второму костру и заворачивали там где-то в скалах заворачивали чуть-чуть на право там был тупик и мы смотрели вверх и там короче были уступы на уступах иди ты нахер муха на уступах был ништяк и я не знал куда забраться абсолютно не знал я думал можно как-то обойти там спуститься через верхчик хер его знает но в общем я надеялся что это здесь обход будет а тут его нет как оказалось я серьезно в души не гребу как-то попасть может где то все таки что то тут есть просто я не так смотрю не туда иду это что такое роскошный вид тем более простор ну понятно что простор этой дураку понятно давай может тут пока запишемся слышь я покажу тут уступа вы мне скажете как-то все-таки попасть потому что были на как-то обидно что этом что-то пропустил хочется таки забрать может вот тут вот где то еще можно как-то забраться или хер его знает вот там же шон тоже какая-то вершина есть непокоренная как же мы так интересно можем быть это два часа я пока следи съеду сюда и теперь как-то мы там нет я возвращаюсь вот и вот там же как-то можно попасть то туда ну как блять хер его знает вон что-то что мне что какой-то лежит короче буду читать ваши советы любим советом буду рад поэтому подсказывайте потом попозже сюда мы еще возвратимся так место номер три уже по ходу 3 до 1 было у нас это иллюзорная стена второе у нас это было что это была душа фриды и третье это у нас вот тут итак следующее место следующий пункт назначения нас находится здесь мы короче тут помню убивали в тупике этого миловодского лучника с 3 мы его убили а потом затупили и взяли с него ништяк но не взяли то что он охранял а он же тут какую-то херню охранял ёпт твою ух ты блёк подожди в уху ху 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 ни хера себе опасный пот ты поаккуратнее ты заебешь подожди тихо спокуха милвуд лучше развернись и поверни иди к своей мамке бля ну ты смотри оу бля оу аккуратно а нахер а получай все досвидос тяжелый самоцветным выдавил нормалек а тут вот что-то лежало мы не взяли они взяли мы сотрясатель камней приколи конечно я не тяж но тем не менее в коллекцию такое оружие будет достойно получить давайте почитаем про этот сотрясатель скорее всего то что когда-нибудь это помнишь вбухивали его в землю и там такое землетрясение получалось это вот именно то самое оружие скорее всего каменный молот милвудских рыцарей валун насажены на рукоять сама земля помогает милвудским рыцарям сражаться это старинное оружие своеобразные символы их взаимоотношений навык землетрясения естественно я же говорил мощным ударом погрузите молот в землю затем подбросьте его сильной атакой вызвав ударную волну и рев подобный могучему боевому кличу вот вот так вот короче все в принципе я все места интереса тут посетил который я тогда еще не знал как туда добраться не знал что-то взять короче ну в общем поняли все ваши советы я пока выполнил в дополнение шису фариан дел но один совет еще я должен выполнить ателье new world в именно главной игре поэтому туда сейчас и пойдем напоследок что я думаю все узнают старый добрый великий архив и от этого червячину которая по нам стреляет магией так спускаемся к личинке угандо шваем ее быстро 1 вани хераси она будет плотная так и тут где-то я что-то пропустил мне сказала или new world что тут были сундуки и я их просрал короче сейчас не просрем больше так где они смотрим спускаемся по лестнице и тут где-то чё-то как-то мы в а сундуки то не мимики сотри у них хвостики то согнуты вверх они на меня направлены понимаешь когда хвосты направлены на тебя это уже ты знаешь уже блять знак даже что типа мы на тебя смотрим чувак мы за тобой следим а это хвосты которым похуй они типа от тебя типа таки а пошел ты отсюда типа мы просто сундуки нет не открывай нас мы хотим сохранить наши дары не для тебя для кого-нибудь другого так забрал я титанит и забрал я небесное благословение хорош все я тут уже все исследовал получается все уже выучил подсвечник ёбаный иди сюда на пабло никогда мне не надоест вас убивать о пацаны я пошел все короче пора нам идти в ring at city и так как я выяснил дополнение ring at city может быть начато не только в месте убийства фриды а может быть начато вот здесь в финале основного сюжета игры в печи первого пламени собственно это костер печи первого пламени самой а вот это вот костер ведущий к груди от вросов первой локации нашего дополнения поэтому сейчас мы туда и пойдем пока что давайте примерим новый доспех который я обнаружил у торговки при храме и кстати говоря я накопил душ и купил себе косу фриды но пока что не могу еще ей пользоваться а доспехи у нас тоже фриды она не называются сет посвященной сейчас посмотрим что он собой представляет вообще сможем ли мы его носить как он нам покатит не покатит где он вот платье посвященные не знаю может ли мужик платье ходить как-то это стремновато будет одеяние сестры фриды из нарисованного мира голубое платье из тонкого материала еще и голубое но его нафиг отказавшись от всего фриды отыскала народ который пожелала защищать и приняла обличье которое было ими почитаема какую не до этого было полосатого неумытого хача что ли как-то аж не верится капюшончик о приколе мужик преобразился как так 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 где то ее платье его еще не по эти подштаники какие-то были вот такие ну не знаю чё это короче такое босс и чувак а к чё какие-то штаны блин галимы они блять ноги нихера не защищают давай лучше оденем свои штаны из мира или быть штаны наемника лучше всего хоть так но это женское какое-то платье или хера узнает можно может типа иисус монашка ну а чё бы нет иисус переоделся в монашку хорош ладно погнали походим пока так а там посмотрим довольно прикольно чё бы не попробовать его поносить тем более столько душ за него в бухал так что чтобы не зря ну вот добро пожаловать груда отбросов первая локация нашего дополнения смотрим она в принципе особо не отличается по интерьеру так хотел сказать экстерьеру по наполнению от печи первого пламени мы видим что наступает конец эпохи огня тут все королевства короче смешались люди кони блохи короче все воедино типа слилось все замки все королевства короче все на свете это что такое паломник реально что ли паломник что ты сидишь втыкаешь здорово у тебя голова крепко на плечах держится да я-то думала ты раз да разговорчивая жестянка была последняя нет что тебе нужно от старой горбатой ведьмы ты она хераси меня для тебя нет ничего даже черепка дырява мне просто нравится стоять здесь и любоваться пейзажем я иском дело да вот так неожиданность думаешь у старой ведьмы с каменным горбом полно хлама на продажу нет у меня ничего даже черепка дырява да слышь мать ты заладила своим черепком как это не то если он я найду купить предмет продать перед хорош конце эпохи огня все земли сойдутся на краю света да я уже заметил все брать снилось великие королевства и жалкие городки ждет одна и та же участь все человеческие усилия пойдут фрахом поэтому меня так захватывает это грандиозно зрелище наверное так себя чувствуют боги я откуда знаю я не бог если ты никак не можешь остановиться хотя бы послушай далеко далеко внизу в дереве вырезана глубокая темная дыра время от времени из глубин пустоты поднимаются голоса даже в наши дни я уверен это бормочет тот самый демон о котором говорил принц лориан жуткие стоны одержимого существа проклинающего людей чё за демон и все что творишь а ну покажи что у тебя на продаже есть папа у нее есть уголь только надо не на него накопить благословлялки монеты и пересты двуручный меч типа алибарда какая-то новая сила меня конечно не хватит на это все дерьмо а вот уголь я бы у нее попозже потом бы затарил поэтому давайте это оставим на потом не сходи с ума дорогуша по крайней мере до тех пор пока это не произойдет со мной типа ты первая ну давай я же не против я те уступаю он уже падла вижу кто-то стоит или то мне кажется ну-ка подожди чё-то мне не может такое казаться там для кто то есть давайте позыркаем да садри брить эту херь стоит невиданный доселе противник там ништяк там башня какая-то но он пока только один больше никого не вижу чё ты делаешь перестань а как тут спускаться решайтесь видение уголь это гаэль что ли показывает гаэль ты да походу борода его приколи ну я решился все назад дороги нет поехали тем более если даже помрем то костер-то рядом так что все нормально нифигасе как тут все блять разрушена чё со мной такое а я в снег погряз они так даже не снег это пепел тут все мать его в пепле это что там такое твою мать ну здрасте ребята ни хера сейчас так много как это называется ползающие скелеты пацаны вы поаккуратнее ёпта пока не легкие с 3 хорош 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 чё это за духи такие слышь тихо аккуратно не достанешь она блеха кто-то магией пизданул это нечестно так не договаривался ладно руками нам своими бумаги не надо стрелять чуть не упал а когда какого дерьма ну блин ты нет там еще бред кто-то есть слева какой-то гандон двух не попал сука вон он скотина вон он это выпало воскрешаете тут всех а а ну ка на а ну ка на горе рожь да иди ты в воду я уже убил вас ну ногой его сбрасывай пошел вон кто это все такие и чудо делаете при конец света он драконы умерли драконы молодцы драконы знают когда надо умирать а вам видимо объяснить надо вот это там слышь вообще высоко как-то падать очень больно будет куча блять всего дракон ты надеюсь так реально окочурился или ты просто спячки на чтоб навсегда уже да смотри как все королевство тупо все королевства которые тут были в dark souls все тупо смешались воедино наступает тотальный армагедец и это перестань ты это не делай не знаю кто-то такая затварь но блин и так не балуй так убили хорош за них мало дают душ как-то не особо выгодно их убивать и на них охотиться хотя я же блять не контракты выполняю я просто выживаю сука да зачем да но нахер я живой у блять вы чё разрабы издевайтесь вы выше сафари андел так вначале делали а это что такое это плагиат уже сами у себя что ёб твою ты чё твой отпусти я не хочу туда сука убил вот просто мать его убил охеренно а я это чё такое было вот же блять пидорский отстой какой теперь получается чтобы душу своим вернуть я должен снова туда упасть приколи снова туда мать его упасть и вот как вот как тут жить как можно проходить дополнением когда уже вначале такие ебени удар в падении ага вон там еще тварь какая-то непонятная бюджет пассатижет чё такое ты что кто ты не балуй хорош пацан ты кто аккуратно ни хера себе ни хера себе пиромантия на него блять тихо осторожно это даже похуже чем нилвудские рыцари были пацан ты попутал то лист моего района вали нахер пацан на на чее ги это блять такое забыла человек за доспехи такие обосраться службы всё тут это плотные типуля Это плодный типуля, как с ними драться-то Я уверен, их, блядь, не один будет здесь Надо души мои забрать Но я так чувствую, что тут надо сперва все позабирать Мне кажется, что там дальше прохода не будет А проход надо вот там вот падать Чтобы продвинуться по этой локации и вперед Поэтому давайте пока что посмотрим, что у нас тут И потом быстренько пойдем туда Надеюсь, нас тут больше не грохнут Ух, спокойно, все хорошо Мать его так, аквамариновый кинжал Аквамариновый? Нифига себе, что это за металл такой аквамарин Давайте-ка посмотрим Что про него нам пишет, дорогая сакральная редакция Подожди, походу я его уже пролистал Или нет, или да А, вот он Кинжал, украшенный аквамариновыми кристаллами На нем выгравирована молитва на древнем языке, защищающая от опасности Возможно, это прощальный подарок кому-то, кто отправился в дальние странствия Навык кристальное лезвие Вы освободите магию, заключенную в аквамарине И она воплотится в хрупком кристаллическом клинке Длинном, словно меч Прикольно Но пока что пытаться не буду Так, погнали Коль уж нам надо прыгать, то будем прыгать Только там аккуратно, потому что с пола, блядь, растут эти хуйни И нас потом затягивают туда Еще какие-то, блядь, духи там летают Это пиздец Как тут выживать? Какой-то собор, походу Быстро души, быстро души Забрал, вернул Красава А теперь оставайся в центре этого круга Потому что мне кажется, они за этот круг не могут пробраться Только ты с него выходишь, смотри А не, пока все нормально Так, блядь, как же нам-то дальше идти Надо продумать каждый свой шаг Тихо, тихо, тихо Тихо Воу, суки Че творится, че творится-то Ну че творится-то, ну Кто там? Отошел от меня Урода кусок, отошел Отошел, сказал Отошел Ух, хорошо Я вам собаки некрещенные всем тут сейчас ставлю Какой обход? Где обход? Как туда попасть? Ага Хера б там бы Может как тут так? О, отлично Хе-хе Чего? Эй ЭААА Ты че делаешь, то мразь? Ты че творишь? Ты как эта засада такая? Инвалид сраный Иди, пособие заслужи Безмногая сволочь Мрачный серп Ну хоть взял какой-то серп Мне он кажется, вообще никак не повлияет на мою жизнь Здесь в этом дополнении но я его взял пускай будет дет страны серб давайте поднял почитаем походу и опять-таки пролистал а вот он нет топорик дешевый серб ты куда пропал в самом начале был серб с короткой рукоятью такими серпами вооружены обитатели глубин он окутан черной сыростью и пропитан силой тьмы навык быстрый шаг позволяет быстро зайти во фланг или тыл врага особенно эффективен против захваченной цели я понял хорошо будем знать давайте пока что быстренько есть туса наебнем и пойдем дальше тут где-то какой-то дух еще летал я помню сволочи тут короче надо идти аккуратно потому что они из земли сволочи вылетаются 3 что там такое еще за шум и россия опасно блять стрёмно аккуратно пацаны еще творить это ну на на успокойся угомолить это они походу этих души выпускали какие-то странные большие инвалиды пошли нахер я вам место больше никогда в транспорте не уступлю суки безногие мрази блин пытаются меня убить вот так вот и относись к вам по-хорошему инвалиды все на рейс больше никого нет очень на это надеюсь и уповала то я тут нету ништяков случайно а если найду телескоп сотри можно за бабами подсматривать только блять тут все бабы уже наверное повымерли естественно конец эпохи конец эпохи огня конец эпохи баб только я один остался мужик так идем дальше это блять место такое интересное что это волк а я думал ангелы они хорошие решайтесь гаэль куда решаться тут предвидишь как эта херня стреляет по мне да ну тебя в жопу херня ты кто подожди я сейчас тоже постреляю мне тоже есть чем стрелять где бы мать его посох сейчас к эти устрою сладкую жизнь а ну стреляй-ка а не то заклинание опять ну как так посох возьми их тихо 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 сейчас все будет эти блеха попал она 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 а чё это я не попадаю то по нему как так решаетесь говорит ну конечно блять решать у меня выбора нет тут только решаться и остается я пошел воу блять опять упал в пепел хорош хоть так этот мне фору показал временно надо подумать куда бежать или может реально отстреливаться от него как-то нет можно теперь попаду таки сучонок а на к сука да ну ты слышишь чё это за птица такая невиданная ищет ищет суками ищется 3 ищет диме интерхуев дожди раз ящичист предпочитал пиздель а найдешь так нихерасе без кухо по нему дострел вот такой лет был из начала дополнения короче ставить из на и подписываться в статусе и лайки всем до встречи с этим дополвением в бред налетную долю с вами был морган всем пока пока Продолжение следует...